Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. Режим чрезвычайного положения в Казахстане будет продлен до конца апреля. Об этом сегодня заявил президент страны Касым Жомар-Токаев. Напомним, ранний режим ЧП должны были снять 15 апреля. Но в связи с тем, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти, глава государства заявил о продлении ЧП и карантина в регионах страны до конца месяца. Самоизоляция и карантин – лучший метод борьбы с невидимым врагом, четко подчеркнул Касым Жомар-Токаев. В Алматинской области первый человек вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге представителям СМИ рассказал руководитель управления здравоохранения Бауржан Эскак. По его сведениям, мужчина 1985 года рождения прибыл в Алматы из Мекки транзитом через Турцию и Кыргызстан. А уже спустя трое суток житель села Кыргызстан был госпитализирован в Каскеленскую городскую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Двое граждан, которые контактировали с пациентом и их семьи, оперативно изолированы и взяты под наблюдение врачей. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. За время получения лечения самочувствие было удовлетворительным. Лечение он перенес хорошо. После двукратного последнего обследования, результаты у него показатели показали отрицательно, он на сегодняшний день выписывается. Выписывается на дом, дальше наблюдение будет еще в течение 10 дней путем обзона и соблюдением всех правил, алгоритмов, которые он должен соблюдать. Остальные пациенты, значит один пациент находится в городе Алматы, получает лечение. 8 человек остаются в наших лечебных учреждениях. Состояние у них удовлетворительное. Лечение также получают согласно алгоритму, жалоб нет. Женщины-добровольцы могут быть призваны на специальные военные сборы в Казахстане. Такую информацию сообщил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Серик Бурамбаев. Таким образом, ограничения в ходе призыва не будет. Добровольцы, будь это мужчина или женщина, смогут принять участие в них. Решение об этом на местах будут принимать Акиматы. Сегодня по Казахстану на спецсборы призвали 473 военнообязанных. В их числе 71 офицер, 402 сержанта и 1 солдат запаса. Большая часть из них добровольцы. Отметим, продолжительность сборов во время ЧП определяется до трех месяцев. Однако Акиматы вправе определять их в продолжительной соответствии с ситуацией в каждом отдельно взятом регионе, добавил замначальника генштаба. Кстати, по окончании сборов призывникам могут присвоить очередные воинские звания. Очередные воинские звания будут присваиваться, но при этом необходимо обратить внимание, что это не право их присваивать, а это по итогам прохождения сборов определяют соответствующее командование. И по их ходатайству уже соответствующее решение принимается местными органами военного управления. От лица руководства вооруженных сил, выражая искреннюю благодарность военнообязанным, призванным на сборы, которые в сложившейся непростой обстановке будут выполнять задачи по поддержанию режима чрезвычайного положения и проведению карантинных мероприятий. Ваше присутствие в рядах вооруженных сил является проявлением истинного патриотизма и неравнодушия к происходящему в стране. Мы вместе, меценаты Панфилского района, оказали помощь землякам в трудную минуту. Неравнодушные бизнесмены вручили 1800 нуждающимся семьям пакеты продуктов первой необходимости. Тем самым предприниматели поддержали республиканскую акцию «Безбергемс», запущенную председателем партии Нур-Отан, а также лидера нации Нур-Отана Назарбаева. Акцию «Безбергемс» в Панфиловском районе подхватили депутаты областного маслехата Закиржан Кузиев и Мурата Убакиров, а также предприниматель Серик Аксубаев. Они закупили всю необходимую продукцию на 12 миллионов тенге. В числе получателей – многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды, пенсионеры, а также сотрудники ТО «Универсал». Добавим, по словам сотрудников Акимата, это не первая акция, в которой участвуют бизнесмены. К примеру, Закиржан Кузиев подарил новый дом семье, лишившейся крова при пожаре, а также на постоянной основе протягивают руку помощи своим сотрудникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Я думаю, сейчас как раз это то время, которое нужно максимально помочь, чем каждый может. Я думаю, вот этот призыв нашего Ельбасы о том, что нужно именно в такие моменты должен бизнес тоже помогать, я думаю, это очень правильно. Наш завод сегодня востребован, и, в общем-то, весь коллектив сегодня работает в полную мощь. Я думаю, мы в дальнейшем тоже этот кризис нормально преодолеем. Акция «Безбергемес» проводится повсеместно по всей стране. Очень огромное количество бизнесменов и волонтеров поддержали ее. Очень отрадно, что мы можем сплотиться в это трудное время. Казахи всегда были дружным народом. Акция «Инициированная Ельбаса» называется «Безбергемес». И действительно, сейчас вся страна поддерживает друг друга. И мы преодолеем все это вместе. 47-летняя Елена Глушко – мать-одиночка, воспитывающая пятерых детей. Старшему 19, младшему 9 лет. В связи с коронавирусом женщина лишилась единственного заработка. Она подрабатывала в гостинице «Жаркенте». Однако объект временно закрылся. Сейчас семья живет лишь на пособии от государства в размере 42 500 тенге. Руку помощи в этот трудный момент протянули активисты партии «Инур-Отан». Старшему 19 лет. Он служил в армии, вот пришел с армии. И младшему 9 лет. Трое учатся у меня. Дочка закончила школу. И вот двое, ну как старшие, несовершеннолетние уже. Сейчас в данный момент долба, на коронавирусе сидим. А так вот белила, красила. Вот такие работы. Подработка, да. Выпечкой занималась. То, что заказывает. Спасибо Эль-Васы, партии «Инур-Отан», что помогает в эту трудную минуту. Нам очень тяжело, потому что мы здесь вот в данный момент в «Жаркенте». Я живу одна, у меня ни родственников, никого нет. Поэтому не очень тяжело. Нуждается в помощи и 61-летняя Мирверт Ибраева. Пенсионерка-инвалид первой группы. У нее ревматоидный артрет. Иными словами, передвигаться сама она не в состоянии. За женщиной уже долгие годы ухаживает ее супруг Давлет Тенбеков. К Чите наведались активисты партии «Инур-Отан». Передали продукты первой необходимости и заверили, что будут посвящать пенсионеров на постоянной основе. Если честно, наша семья сейчас переживает не лучшие времена. Я должна была поехать в Алматы на лечение, но из-за карантина не могу выехать туда. Наши больницы не оказывают такие услуги. Каждый день приходит медсестра и ставит мне систему. Ходить не могу. И руки разжать тоже. Спасибо моему супругу, который всегда рядом. Мы иногда выходим на прогулку по двору. Я в коляске, а он катает меня. Говорит, свежий воздух необходим. Спасибо представителям партии «Инур-Отан», что пришли и помогли мне. Да и хочу отметить, что ко мне постоянно приезжают волонтеры, убирают территорию, приносят продукты и прочее. Добавим, всего в рамках республиканской акции «Безбергемос» в период с 19 марта по 8 апреля областными районными филиалами партии «Инур-Отан» оказана помощь в виде товаров первой необходимости 3000 семьям региона. Кроме того, при поддержке партии большинства было шито и роза на 64 тысячах масок нуждающимся. Дамир Анитов, Аблайхот Тухпай, телеканал ЖИЦУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин